Взгляд марш-бросок батальона ВДВ РФ изменил историю Гайславской войны Л. Марш-бросок батальона ВДВ РФ изменил историю Гайславской войны 12 июня 2019 года, 9.20 фото, Сергей Метелица, фотохроника ТАСС-Текст, Евгений Крутиков 20 лет назад, в ночь на 12 июня 1999 года, российский контингент в результате марш-броска из Боснии занял аэропорт Слатинов-Косово Почему эта операция считается самым легендарным и авантюрным военным актом вооруженных сил современной России? Какое влияние она оказала на историю Гайславской войны и кто помешал более масштабному участию России в данном конфликте? Почему аэропорт был так важен? Сейчас аэропорт Слатина называется по-албански Международный аэропорт Приштины Им Адима Ешари Этот самый Адим Ешари один из главных лидеров вооруженной партизанской борьбы косовских албанцев С именем которого связано множество преступлений против человечности В конце концов Адим Ешари и вся его семья, жизнь албанцев построена на средневековых принципах кланового устройства были блокированы 7 марта 1998 года в селе Преказ После отказа сдаться они были уничтожены По сути деятельности Адима Ешари и его братьев можно сравнить, чтобы было понятнее российской аудитории, с Шамилем Басаевым Но его смерть в Преказе использовали для обвинения Сербии в геноциде албанского населения Косова Хотя именно семейство Ешари отличалось зверствами в отношении сербского населения Уничтожение клана Ешари стало одним из поводов для вторжения НАТО в Югославию А теперь в албанской среде его имя и деятельность предельно мифологизированы Его называют Команденте Легчендер Легендарный командир, отец АОК, учка армии освобождения Косова И потому аэропорт Слатина назван в его честь Это плевок в сторону Сербии и России Аэропорт Слатина был единственным взлетно-посадочной полосой в Косово Способной принимать нормальные самолеты НАТО расценивало его как единственный для плановой переброски сил Две огромные по местным меркам ВВП, по 2500 метров Могли принимать военно-транспортные самолеты Обеспечивая захват центральной части Косова При этом основные части НАТО медленно двигались с юга из Македонии по двум горным дорогам Находясь в крайне уязвимом положении Будь ВВС Сербии чуть сильнее, эти натовские колонны можно было бы просто сжечь Потому контроль над единственным аэропортом в регионе перерос в вопрос большой политики Помимо полевых командиров разной степени невменяемости Вучк был человек грамотно и правильно образованный и с огромным боевым опытом Агим Чеку Дезертировав из Югославской народной армии Юна, в 1991 году в звании капитана Остальные 90-е годы он прожил в Хорватии, где дослужился до генерала Агим Чеку После начала операции НАТО против Югославии официально возглавил УЧК, увалившись из хорватской армии Именно он настаивал на том, чтобы аэропорт Слатина был занят албанскими частями до прихода англичан и американцев Югославские войска при этом массово выходили из Косова, практически бросая и старые склады, и опорные пункты, включая аэродром Люди Агим Чеку могли занять аэродром в районе 9-10 июня, после выхода Югославского гарнизона, обеспечив себе не только контроль над единственным аэропортом региона, но и политические висты Контроль над Слатиной приобретал не только военный, но и чисто политический характер УЧК становилась хозяйкой региона По неформальному, устному, соглашению с НАТО российскому двухбатальонному контингенту должна была отводиться некая зона ответственности, но ее границы не были определены письменно и документально И никто в реальности не мог дать гарантии, что она вообще будет Части НАТО быстро продвигались из Македонии на север и не проявляли желания сотрудничать С россиянами никто при этом не коммуницировал Откуда взялся план по захвату аэропорта российскими войсками? Технической разработкой операции и ее обеспечением на земле занимались российские военные атташи в Белграде Генерал-лейтенант Гругерой России Евгений Бармянцев Скончался в декабре 2018 года в Москве И генерал-полковник Виктор Заварзин Впоследствии представитель России в НАТО, а сейчас депутат Госдумы Именно Заварзин, тогда генерал-лейтенант, встречал колонну на границе Косова И организовывал дозаправку и снабжение Предполагалось, что крошечная группа спецназа во главе с юноузбеком Евкуровым Проникнет на территорию аэропорта и закрепится там В это время основные силы численностью всего 200 человек с облегченной техникой Должны были преодолеть расстояние в 620 километров из Борчка в Северной Боснии Через Бейлину и территорию собственной Угославии Затем предполагалось на военно-транспортных самолетах Перебросить в Слатину несколько полков ВДВ А при хорошем раскладе целую дивизию Поставив под контроль не только аэропорт, но и северную часть Косова А также столицу Приштину Забегая вперед, скажем, что засбаяло именно на этом этапе Иначе вся история могла бы пойти по другому сценарию Группа Евкурова действительно скрытно проникла на территорию Косова В конце мая и заняла аэропорт Слатина По факту оставленный югославскими войсками до того Как Агим Чеку смог собрать в Дренице албанские части для занятия аэродрома 10 июня командир российской миротворческой бригады Борчка полковник Николай Игнатов Отдает странный приказ о приготовлении к передислоцированию бригады на большое расстояние К 13.00 командирам была поставлена задача выдвигаться в сторону Белграда из Борчка Надо понимать, что зона Борчка считалась и остается до сих пор критически важной для сербов Боснии Поскольку это узкий коридор, связывающий две сербско-населенные части страны Именно потому там и находился российский контингент Сербское население никому больше не верило Перемещение российских военнослужащих на бронетехнике в районе Борчка и далее на Белину было нормальным событием Никто от этого не паниковал 10 июня старшей оперативной группы генерал-майор Рыбкин и полковник Игнатов проверили технику, радиосвязь, установили дистанцию и скорость движения При этом часть бронетехники была оставлена в Борчка для того, чтобы ускорить движение Колонна прошла Белину, перешла Ре-Кудрина на территорию Югославии и разогналась до 80 км в час на 36 градусной жаре на дороге, где не каждые «Жигули» пройдут Далее на пути колонны стали появляться толпы сербов, которые приветствовали ее, сильно мешая ее продвижению На границе Косова генерал Рыбкин сдал командование генералу Заварзину Как захватывали аэродром Все это время колонна двигалась на виду у всего мира, ее снимали сотни журналистов Ни о какой скрытности передвижения и речи не могло быть Именно по этой причине была нужна операция отряда Евкурова, которая до сих пор, несмотря на несколько художественных фильмов о ней, носит секретный характер Секретность эта связана в первую очередь с обеспечением безопасности тех источников и проводников, которые помогли группе Евкурова скрытно проникнуть в район Слатины В операции участвовали в том числе и несколько этнических албанцев, выступавших на стороне федерального правительства Около 2-3 часов ночи с 11 на 12 июня албанские части Агима Чеку подходят к Слатини и занимают жилой городок аэропорта Разве дроту майора Матвиенко вступает в боестолкновение непонятно с кем, по ним открывают огонь из батальонных минометов Группа старшего лейтенанта Ицикова занимает развилку дорог у въезда в аэропорт Албанцы от нее отваливают, но есть данные, что именно через эту дорогу будут заходить англичане По рации командир роты майор Симаков докладывает, что два взвода его роты под командованием старших лейтенантов Качанова и Мушкаева пробились к взлетно-посадочной полосе Четвертая рота майора Ковалева захватывает здание аэропорта Старший лейтенант Кика захватывает склад ГСМ, старший лейтенант Рыбинцов с боем занимает жилой городок, где уже были албанцы Взвод капитана Вахрушева блокирует подземный тоннель, а лейтенант Замиралов занимает пункт энергоснабжения К пяти утра вся инфраструктура аэропорта занята россиянами, но они вдруг обнаруживают, что аэропорт больше, чем казалось, и 200 человек предельно мало, чтобы его удержать после захвата И когда рассвело, выяснилось, что захватить его только цветочки К пяти утра аэродром Слатина полностью под контролем российского гарнизона Люди крайне устали, практически валятся с ног Тем не менее организуется внешняя охрана периметра И в 7.30 к аэродрому подходят англичане Старший лейтенант Яциков ставят поперек дороги БТР-80 и вызывают английского офицера на переговоры На вертолете под Слатину прилетает британский генерал Майкл Джексон, который становится на дороге спиной к российским войскам и жестом двумя руками начинает звать британские танки на себя Идите сюда, мол Командир британского гвардейского танкового батальона Ныне известный рок-певец гвардейский капитан Джеймс Блант отказывается выполнять приказ об атаке на российские позиции, пока не получит подтверждение от генерала Джексона Через несколько минут по рации последовала отмена приказа, и Блант отвел свой танковый батальон Впоследствии он говорил, что не хотел развязать Третью мировую войну Британские вертолеты несколько раз пытаются сесть на ВВП с Латины, но их отгоняют пулеметами Если британский вертолет все-таки заходил на посадку, то к нему тут же выезжал БТР-80 и блокировал Англичане через пару часов успокоились Албанцы находились в истерике Люди Агима Чеку несколько раз пытались атаковать аэродром со стороны жилмассива, но их отгоняли стрелковым оружием Впоследствии Чеку тупо пошел на прорыв, но был захвачен россиянами Взятие в плен на блокпост у настолько высокопоставленного албанского командира вызвало реакцию, близкую к Армагеддону Чеку был допрушен россиянами и отпущен под английские гарантии Впоследствии отношение к Чеку несколько раз подвергалось сомнениям, поскольку англичане и американцы до сих пор не очень понимают, что именно генерал Чеку мог наговорить россиянам за то время Что пребывал в плену Обозреватель газеты «Взгляд» видел протоколы допроса о Гима Чеку на албанском языке Там много интересного В том числе и о вопросе координации операции против российского контингента в слатине с англичанами Почему не получилось? Закрепившись в слатине, отряд оказался в полной изоляции Над зданием аэропорта подняли два флага, Россия и ВДВ, но даже крыша аэропорта была разрушена Не было воды, еды и электричества Находиться там длительное время без поддержки не было никакой возможности Вокруг лагерем расположились англичане, а Гим Чеку группировал новые силы под Дреницей, обстреливая российские позиции Началось осуществление планов переброски в Косово дивизии ВДВ У этого плана было множество противников В первую очередь начальник генерального штаба ВСРФ генерал армии Квашнин Еще утром 11 июня Квашнин позвонил генералу Заварзину и приказал ему развернуть колонну обратно в Борчка Заварзин отказался, объяснив это тем, что приказ о занятии с латины ему отдал непосредственно верховный головнокомандующий Борис Ельцин А Анатолий Иванович Квашнин может идти с его распоряжениями куда угодно Конфликт начальника генштаба с подчиненными к тому времени уже перешел все разумные пределы Генерал Квашнин в армии превратился в нерукопожатную фигуру Его поведение вызывало крайне неприязненные отношения Причем причина этого крылась в странном поведении именно на международной арене Квашнин отрыто утверждал, что Россия не должна идти на конфронтацию с НАТО У нее, по его словам, физически не таких возможностей А потому и не следует устраивать такие демонстративные акции, как захват с латины С точки зрения начальника генштаба это была бессмысленная операция с тяжелыми политическими последствиями По сути дела, позиция Квашнина начальника генерального штаба вошла в резонанс с позицией офицеров ниже по званию Квашнину припомнили все, и его происхождение из пиджаков, то есть гражданских, получивших воинские звания на военных кафедрах И его действия во время первой чеченской кампании Неприязнь к генералу Квашнину в армии совпала с политической позицией руководства страны Которая впервые вспомнила о статусе супердержавы Вся операция по занятию аэропорта с латины проводилась в тайне от начальника генерального штаба и вопреки его политической позиции Более того, генерал Заварзин просто послал начальника генерального штаба Предположительно, это диалог состоялся, когда колонна уже проходила Билину На Слатину должны были начать прибывать два полка Псковской и Ивановской воздушно-десантной дивизий Но не тут-то было Правительство Болгарии и Венгрии отказались дать разрешение напролет в своем воздушном пространстве российских десантных полков Скупщина Югославии и к этому времени заявляет о вступлении в Союз России и Белоруссии Но десантники подняться в воздух не могут Несколько раз с аэродромов в Иваново, Рязани и Пскове взлетали транспорты Но каждый раз венгры и болгары отказывали им в прохождении воздушного пространства В конце концов был сформирован морской конвой В греческие Салоники в конце июля прибыли большие десантные корабли БДК, Николай Фельченков, Азов, Цезарь Куников и Ямал На них находились десантные контингенты ВДВ, которые за два дня совершили марш через Грецию и Македонию в Косово Но уже к этому моменту было понятно, что далее удерживать Слатину невозможно Никакого снабжения контингента со стороны как Сербии, так и Греции практически не было В 2003 году контингент Слатины, 650 человек, был окончательно выведен А начальник генерального штаба Анатолий Квашнин заявил, что у России нет интересов на Балканах А на выводе миротворцев мы сэкономим 25 миллионов долларов в год Через год он был отправлен полпредом в Сибирь Можно тысячу раз говорить, что операция по занятию аэропорта Слатины не имела никакого военно-практического значения Это не так Она действительно затормозила реальную оккупацию Сербии Да, операция проводилась, мягко говоря, ограниченными силами отрядом спецназов 12 человек и десантной группой в 200 человек Но по факту она остановила продвижение группировки НАТО вглубь Сербии, зафиксировав политическую позицию по старой границе автономии Косова и Метохии А при прочих равных войсках НАТО планировали зайти и в Белград с дальнейшей оккупацией всей страны Может быть, по прошествии 20 лет удержания Слатины и выглядит как авантюрная операция, не имевшая шансов на стратегическое значение Но именно такими делами порой славян народ и армия Это немного изменило ход истории Есть старая фраза Черчилля Никогда столь многие не были обязаны столь немногим Он адресовал ее британским летчикам Но мы также имеем право адресовать ее участникам операции в Слатине как спецназовцам Евкурова, так и солдатам и офицерам бригады из Бурчка и офицерам разведки Они вошли в историю И мы будем их помнить Текст Евгений Крутиков